Сегодня день единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. В школах республики прошли уроки, посвященные памяти жертв. Чтобы проводить политику уничтожения людей, нацистам требовались специально подготовленные картины и формирования. Айнзацгруппы на территории СССР действовали четыре таких отряда. Страшные картины прошлого. Истребление советского народа было одной из главных целей фашистской Германии. Дети, женщины и старики подвергались жестоким пыткам, умирали в муках. За годы войны гитлеровцы разрушили 1710 городов и более 70 тысяч тел и деревень. Потери мирного населения превысили 13,5 миллионов человек. Об этом тяжело говорить, но еще тяжелее молчать. Я только что вернулся со всероссийской акции открытия вахты памяти из Южно-Сахалинска, где отдельно много внимания уделялось проекту без срока давности. Это масштабный такой архивный, архивно-поисковый проект. Было выпущено 23 тома архивных материалов о геноциде мирного населения. Поисковики со своей стороны проводят пылевые исследования, раскопки. Документальный фильм, рассказывающий о том, что граждане нашей страны пережили за годы Великой Отечественной войны, не оставил школьников равнодушными. Сразу после просмотра ребята написали письма «Будущее». В фильме без срока давности повествуется о жестокости и бесчеловечности нацистов. Свои размышления, эмоции я написала в письме своим потомкам. Назвать точное число жертв геноцида невозможно. Единственное, что мы можем, не забывать об этой и других трагедиях, которыми, к сожалению, так насыщена наша история. Память человечества рождается в кровавых муках, но она – избавление от повторения ошибок. Ольга Семенова, Владимир Синдеев, Республика.